На днях Тверь потрясла новость о старшекласснице, которая свела счёты с жизнью. Произошло это трагическое событие незадолго до экзаменов. Очень часто именно итоговая аттестация вгоняет подростков в затяжные депрессии, из которых сложно выйти. Что советуют делать психологи в таких ситуациях, вы узнаете из нашего следующего материала. Волнительные моменты выпускной поры ещё свежи в памяти студентки Екатерины Уткиной. Девушка признаётся, что итоговая аттестация слегка, но всё же ударила по её психике. Впрочем, преодолеть напряжение оказалось просто. Поддержка близких помогала очень, родители, друзья. Говорю, что всё будет хорошо и всё хорошо. Было очень тяжело, так как это всё волнительно. И, скорее всего, давит именно со стороны, что страшно, я не сдам, возможно, потому что я не готова. Но на самом деле мы уже подготавливались, всё мы знаем. И это правильный подход, считают психологи. Поддержка окружающих в такие моменты жизненно необходима подростку. А вот давить фразой, что не сдашь, явная ошибка со стороны и педагогов, и родителей. Ведь 9-11 классы – это время всплеска гормонов. И юноши, и девушки переживают не самые простые времена. Когда предъявляются достаточно серьёзные требования к обучению, и нагрузка увеличивается. Когда хочется занимать хорошее место в своём социуме, в своём окружении. То есть быть с ребятами на одной волне. И занимать определённую лидирующую позицию в коллективе. То вот эти все факторы действуют на ребёнка. Родители подростков напряглись, когда в тверских изданиях появилась новость о самоубийстве старшеклассницы. Предположительно, из-за грядущих экзаменов. Впрочем, поводов для тревог у тинейджеров и без этого хватает. Первая любовь, конфликты дома и в школе. Чем не почва для депрессий. Впрочем, не заметить расстройства у детей невозможно. Ребёнок начинает переводить душевную боль в более понятную ему физическую. То есть это начинаются какие-то царапания конечностей. Может быть, это начинаются какие-то фокусывания пальцев. Вместе с тем появляется агрессия, желание абстрагироваться странные посты в социальных сетях. Все эти факторы должны насторожить родителей. Самое главное в такой ситуации мамам и папам необходимо наладить контакт со своим чадом. Разговаривать, слушать и слышать. Жители Твери поделились с нашей съёмочной группой своим опытом. Пришёл со школы. Чё, двойку получил? Получил. Завтра пойдёшь за другой. Нет, я исправлю. Иди, садись, учи. Всё. Ну, все всегда переживают. В этом нет ничего плохого. Это нормальная, я думаю. Обычная ситуация. Наверное, поддерживать. Просто поддержка, да. Как ещё, папа. И не ругать за оценки, не говорить, что это самое главное. Просто поддерживать. Вместе учились, готовились. Также болели друг за друга. Подсказывали, где-то помогали. В целом родители и бывшие выпускники резюмировали позицию психологов. Ко всему этому эксперт дал ещё один ценный, долгоиграющий совет тверским родителям. Нужно, чтобы у ребёнка обязательно было место, где он успешен. Это не обязательно может быть школа. Если со школой всё хорошо, то хорошо. Но лучше, чтобы у ребёнка досуг был занят ещё чем-то, где у него получается, где он может проявлять себя как творческую, развивающуюся личность. В таком случае у ребёнка будет понимание, что он хоть где-то успешен. Не стоит также пренебрегать и услугами профессионалов. Всё-таки психологов не зря называют душеведами. Специалист, который поможет восстановить душевное равновесие и избежать инцидентов и трагедий, особенно накануне таких судьбоносных событий, как выпускные экзамены. Даже есть бесплатные консультации в социальных центрах и в подростково-молодёжном центре. Подробную информацию можно получить по телефону 4304-42, код города Твери 4822.